Я вас всех приветствую и тема сегодняшней программы это перенос вашего майна на случай чрезвычайного положения или большого приключения из точки А в точку Б. В чем? Как его транспортировать? Рюкзак, сумка, баул, целлофонические пакеты, я не знаю, авоська или какой-нибудь органайзер? Да, вариантов много. И даже можем рассмотреть вот такую вот сумку на колесиках. Все, недолго музыка играла, и я вас уверяю, через пару километров даже по хорошей дороге колесики могут сдать. И все, и вам придется это как-то уже транспортировать немножечко по-другому. Я не осматриваю сейчас вариант, конечно, тележек. Тележек, которые могли бы проспособствовать, скажем так, вашему переходу. Мы говорим сейчас о более правильных емкостях, в которых вы будете содержать свое майно. Рюкзак наиболее рассматриваемый и часто используемый для любых переходов, понятный, все хорошо. Есть нюансы, смотрите. Многие говорят, что, вроде бы правильно говорят о том, что, типа, нужно взять рюкзак, такой уже старенький, чтобы не привлекал внимания, здесь я максимально согласен, только с последним. Чтобы не привлекал внимания. Брать старенький рюкзак, конечно, в этом есть определенный смысл, но нет. Почему? Потому что старенький рюкзак, он уже не слегка такой потасканный, поношенный. И где-нибудь могут оказаться разного рода неприятные какие-то вещи, о которых вы забыли, потому что вы последний раз ходили год назад. Вот проще всего и лучше всего взять новый нормальный рюкзак и отфактурить его, то есть превратить его в ничто. Вы знаете, вот сделать из старого рюкзака новый, то есть качественный нормальный рюкзак уже не получится. А вот, смотрите, хороший пример. У меня как-то появился новый бундес-рюкзак егерский. Я его тут же отфактурил, краска, пена, в общем, он превратился в такое какое-то жалкое потребье. Но, тем не менее, он не привлекает внимания. А вот новенький такой же точно вариант, он, конечно же, привлекает внимание. Даже можно просто взять кавер от рюкзака, вот это вот ни о чем. Так называемая покрывалка. И как-нибудь, неважно, красной краской, белой краской, синей краской, где-нибудь там его вот так вот немножечко уже отфактурить, и он уже становится не очень пригодным для привлечения внимания. И вы, конечно, возможно, воспринимаетесь как какой-то хламидник. Да, с вами, возможно, будет не очень приятно идти, но это и хорошо, потому что когда вы где-нибудь перемещаетесь, например, вдоль дороги, и тут к вам присоединяются ребята, говорят, ну, классно, здрасте, как вы себя чувствуете? Нормально, да, все хорошо? И, в общем, дальше на ваше снаряжение уже посматривают. То есть вы уже четко фиксируетесь в голове и понимает человек, что у вас там в этом красивом, замечательном рюкзаке может быть. Так вот, по поводу рюкзаков. Удобно, когда у рюкзака есть доступ, к примеру, не только с горловины, ну, то есть я имею в виду, вот для того, чтобы достать вам что-то, вам нужно проковырять в его недрах достаточно прилично, опять же, времени. Хорошо, когда вот он, допустим, может открываться, к примеру, со спиной. Ну, то есть в спине есть у него такая вот возможность. Этот рюкзак, кстати, для лыжников, для сноубордистов. У него специальное есть крепление для, опять-таки, сноуборда или лыж по бокам. Я его в свое время очень плотно и долго таскал. Ну, вот видите, старенький рюкзак, да, то есть все, он уже такой, ну, вот, подуставший. Поэтому рассматривать старый вариант еще раз говорю, не вариант. То есть проще, напоминаю, превратить ваш новый рюкзачок, ну, или не такой уж и новый, как он у меня сейчас, в нечто такое, ну, несуразное. Это может быть краска, пена, все, что угодно. Даже уголь от костра, вы так потерли его, сколько, где-нибудь там, где-то белым помазали, там, где-нибудь там, об стену пошкрябали, его поводили, все. Он уже, и вы, в целом, вместе с ним напоминаете такого человека, давно ходящего. Что касательно, допустим, вот этого рюкзака. Это удобный рюкзак, многие на него посматривают, особенно там после некоторых моих видео, сразу, ой, где такой рюкзак взять, это не проблема, как бы, если говорить про Украину, то он у нас продается. Это французский рюкзак, военный рюкзак. Но, сразу прошу обратить ваше внимание на то, что вы, вроде бы, смотрите, да, такой небольшой, компактненький, удобный, эргономичный, да, действительно, он такой. И вот, вот такой шикарный рюкзачок. Ребят, важный момент. Смотрите, когда вы берете рюкзак или там в долг у кого-то там, или просто решили его купить, помните о том, что все ваше майно, которое вот у вас есть, все ваше снаряжение должно в него поместиться. Ну, ладно, пусть не все в него. Там каремат можно, например, оставить снаружи, спальню где-нибудь прификсировать снаружи. Я, кстати, этого очень категорически не люблю, потому как я люблю, чтобы все было именно внутри. То есть, ничего снаружи я не держу. Потому что, например, для ношения карематов снаружи, да, то есть, нужен правильный чехол, чтобы этот каремат не превратился в какие-то ошметки через несколько там десятков метров после вашего брожения по кустам. Так вот, если вы пользуетесь, допустим, там, котелком ВДВ и флягой ВДВ, этот рюкзак не для вас. Потому как это все объем. Объем, габарит, который, ну вот, фляга будет занимать как минимум какая-то там процента 8 этого рюкзака, может быть и 10, да. Также у этого рюкзака, как я и говорил, есть вот это удобство. Удобство непосредственно проникновения в его недры через уже, получается, его не спину, а через его лицевую часть. То есть, я могу по факту упаковать его опять-таки вот через этот клапан, да, не открывая даже горловины. Вот, но потом все равно придется как бы открыть горловину. И еще обращу ваше внимание на то, что когда вы упаковываете рюкзак, было бы неплохо, вот, поверьте, его как-нибудь повесить, например, за ручку, ну, подвесить, я не знаю, там, за крюк на двери, в конце концов, да, чтобы она, главное, не села, то есть на петлях не просила. Вы его подвесили, например, за рукоятку или за ручку в данном случае, и вот нагружаете его. Потому что, когда он стоит, немножечко распределение внутреннего объема происходит по-другому. Это как ботинки. Правильно одевать ботинки нужно, когда вы упираетесь, например, пяткой, вы уперлись пяткой, то есть ваш носок максимально уходит от контакта, получается, с носовой частью самого ботинка, и вот после этого вы шнуруетесь. То есть не наоборот. К примеру, на склоне нужно шнуроваться, когда вы становитесь спиной к спуску, то есть лицом к подъему, и вы шнуруетесь, не наоборот. Ну, во-первых, даже с точки зрения безопасности так будет правильнее. Так вот, в этот рюкзак имеет смысл, и не только в этот, да, я сейчас не рассматриваю сумки, а именно рюкзак, загрузку осуществлять не только в тот момент, когда он у вас стоит, а еще когда он у вас находится в подвешенном состоянии. Потому что именно в подвешенном потом состоянии он будет распределяться у вас по спине, и вы будете эту нагрузку всю чувствовать и носить. Также, поскольку вы загрузили рюкзак, будет не лишним одеть его сразу, причем не оставив просто где-нибудь в углу в режиме ожидания стендбай, да, а одели его на себя, правильно одели, это тоже отдельная тема. И вот попробовали, где что у вас лежит. Наиболее верный вариант распределения по рюкзаку всего груза, это максимально тяжелое, размещать максимально близко к спине, да, и к нижней его части. А уже что полегче, уже размещается немножко как бы под таким вот углом с накатом. То есть по факту такой инь-янь, то есть тяжелое получается внизу и к спине, легкое получается ближе к его лицевой части и к горловине. То есть еще раз говорю, такое вот получается как инь-янь. Это наиболее правильное размещение, тогда вам будет комфортно. И помните о том, что рюкзак, по факту, когда вы его одеваете, он не должен на ваших плечах висеть, он должен висеть по факту на поясничном отделе, то есть по факту на бедрах, за счет пояса. Пояса, которое также нужно правильно отрегулировать. Если вы дома, к примеру, одели сейчас свой тревожный, как его называют, там рюкзак, чемодан, в общем, не важно, что нацепили его на себя, вот, вы это, как правило, наверное, сделаете в маечке, или в каких-нибудь там спортивных трениках, а когда вы будете с ним выходить, вы будете выходить в зимний период, допустим, в какой-то куртке, в свитере и так далее, и тут вы его... И уже начинаются нюансы. Нужно регулировать, корректировать. Нужно его мерить на себя, в полном снаряжении, на то, в чем вы будете дальше перемещаться. Про объемы. Вот, к примеру, миска. Да, я думаю, что многие из вас медитировали на тему, так, я ее возьму, нет, лучше чайничек, в нем можно и сварить, и закипятить, нет, я лучше флягу возьму. В общем, мы, особенно с посудой, всегда часто вот как-то вот пытаемся как-то ее упаковать, уместить, и нам кажется, что это объем. Нет, ребята, это не объем, это просто небольшой вес. Если, к примеру, правильно распределить, вот мой костюм Hit Defender, да, правильно распределить в этой, допустим, емкости что-либо, то есть заполнить весь полезный объем, вот, вот так, да, то есть заполнить, и потом можно, к примеру, взять, опять-таки, резинку и зафиксировать, то у вас уже получается, по факту, костюм просто в таком титановом корпусе. Все, то есть объема как такового вы уже не получаете. Вы получаете полезных два предмета, которые вы будете использовать. И нужно их распределять по мере их, скажем так, важности в использовании сейчас уже или чуть позже потом на привале где-нибудь там на стоянке. То есть, если какая-то уже серьезная идет упаковка, то, как правило, это используется потом. В общем, вот что касательно объема. То же самое и с чайником. Если вы вот все-таки понимаете и хотите, чтобы вот где-нибудь там при семейном выходе или там в компании вы двигаетесь, да, и на вас, скажем так, нагрузили вас чайником, ничего страшного. Вы набиваете этот чайник максимально плотно, максимально логичными, опять-таки, предметами внутри этого чайника. То есть, не нужно там складывать носки, да. Вот туда имеет смысл упаковать чай, кофе, сахар. В общем, все то, что вы будете, опять-таки, использовать из этого чайника. Вот. И уже как бы весь его полезный объем вам, как говорится, в помощь. Поэтому с объемами нужно понимать, что это, еще раз говорю, не объем, это просто небольшой вес. Интересная вариация на тему. Смотрите. Это мой багзак. Внутри этой жилетки. То есть, я взял жилетку такого яркого, салатового цвета со светоотражающими, получается, полосами. И, впоследствии того, что лямки я пропустил в отверстие для рук, я получил такой некий сигнализирующий кавер. Для перемещения, например, по дорогам это очень удобно и тебя сразу видят. Ну, и ассоциируют, конечно же, не с каким-то тактикульным товарищем, а с работником дороги, к примеру. Вот сзади, обратите внимание, у этой жилетки сетчатая спина. Это логично, потому как моя спина уже в момент ношения данного рюкзака или этой комбинации рюкзака и жилета она не будет потеть. Это немаловажно. Потом я расскажу по багзаку. Это отдельная тема. Так, рюкзак-баул. 100 литров 45. Объем. Никаких отдельных отсеков. Никаких карманов, ну, кроме как на его лицевой стороне, не предусмотрено вообще. Но это и правильно, потому что здесь самое главное это вес. Вес данного рюкзака очень небольшой. И, смотрите, важно, когда вы выбираете такие рюкзаки, обращать внимание на то, как производитель вообще подошел к креплению к креплению наплечных этих лям, потому как здесь нету пояса, здесь его ни к чему, вернее, ни к чему к поясничному отделу, то есть к бедрам его крепить, поэтому вся нагрузка будет у вас на плечах. И здесь важно, как вот правильно они все-таки здесь это сделали, закрепление этих лямок непосредственно вот в таком положении, потому как если вот это ваше плечо, то надрыв происходит, получается, вверх. Некоторые производители крепят лямки вот отсюда, получается, и надрыв происходит, следовательно, в этой части наиболее неправильно, да, то есть я ее, когда одеваю эту лямку на плечи, я, получается, ее подрываю в эту сторону. Ну, то есть представьте себе, если бы вам сказали, слушайте, а можете оторвать эту лямку от основания, вы бы как делали? Вы бы делали вот так, да, то есть пытаясь оторвать ее, не пытаясь вот в таком направлении ее отрывать, потому что, ну, как бы, это бесполезно. Ну, и еще раз такой вот нюанс есть о том, что лента, которая дополнительно усиливает здесь соединение самой плечевой лямки с основанием вот этой ленты, она, конечно, проходит внутрь и сшивается. Видите, здесь накрест все сделано. Данный рюкзак можно рассматривать в формате запасного рюкзака к основному, и в нем предположительно, можно носить воду, продукты или засыпать все то, что вот вы сейчас увидели, да, то, что вы планируете сейчас брать с собой, потому что вы не успели собраться, то есть это такой рюкзак быстрой загрузки, и потом уже будете распределять где-нибудь на стоянке все содержимое его. он хорошо где-то удобно закрепляется на вашем основном рюкзаке, является вспомогательным, но его можно рассматривать и как для ношения еще, скажем, воды, еды, каких-то найденных предметов. В общем, вот такие вот рюкзаки-баулы, они, да, они тоже помогают и решают часть задач. Опять-таки, вес и объем. Один из таких форматов, вот у меня есть рюкзак, он герма, то есть это рюкзак, который совершенно спокойно, опять-таки, превращается в реальный гермомешок, и с ним можно плавать. Удобство в том, что он компактный, маленький, водонепроницаемый, и одевается как на переднюю часть, то есть вот сюда, причем за счет, опять-таки, карабинов, смотрите, то есть карабины позволяют быстро снять лямки, например, увеличить их длину с одной и с другой стороны, закрепить накрест, то есть сейчас я их закрепляю не так как они изначально были предустановлены, а накрест. И таким образом я, получается, его одену немножечко непривычно, как бы непривычно для меня, это уже привычно давно, я одеваю его, получается, вот так. То есть сюда проходит голова. И получается, что он сейчас не сходит с плеч, то есть он по факту висит у меня, можно сказать, на шее, но с плеч он уже не срывается, то есть у меня основной мой рюкзак, например, там сзади, да, то есть на спине, а здесь спереди у меня вот такая уже такая полусумка, полурюкзак и снимается, соответственно, несложно. Это вот мой вариант такого дополнительного рюкзака к основному. Так, а вот его собрал. предыдущие модели, я говорю про зеленый рюкзак сейчас, хотя они где-то близко похожи и с этим маленьким черным. Вот такой вот рюкзачок. Баул, это не рюкзак, это баул. Опять же, смотрите, крепление вот здесь, гибкое, удобное и очень качественное. То есть простое вроде бы понятное, но тем не менее он очень удобный и герметичный, то есть это абсолютно водонепроницаемый, проклеенный во всех местах мешок для скубы. То есть я в нем таскалю скубы. Снаряжение для подводного плавания. Значит, здесь все тоже понятно. Он хорошо держит и за счет материала любой вес практически, то есть необходимый. он компактный, легкий и также размещается где-нибудь на рюкзаке как запасной. Запасной, ну, либо основной рюкзак. Иногда таскать с собой воду, которую вы, к примеру, где-нибудь нашли или вы заранее заготовили, допустим, ее нести с собой, размещать в рюкзаке не всегда удобно. Во-первых, это опасно. Каким-нибудь острым предметом, находящимся внутри самого рюкзака, вы можете эту баклафу пробить и уже все. и ваше снаряжение, весь спальник, там, в общем, все уходит и накрывается мокрым полотенцем. Смотрите, для этого можно использовать, ну, я использую пояс, потому что здесь 3 метра при необходимости, да, можно использовать вот такую вот ленту. В данном случае эту ленту я использую на бакзаке. И вот эта лента, по факту, здесь почти 3 метра. Она вот складывается вдвое. Видите, я ее сложил, получается, вдвое сейчас. и завязываю несложный узел. Теперь еще раз вдвое обычный вот такой вот узелочек. Вот так. Все. Ничего сложного. И подтаскиваю его к концу, подтягиваю. Все. У меня получается уже такой небольшой разгруз. Разгруз, к примеру, для воды. то есть я одеваю получается вот таким вот образом. То есть распределяю его на плечах. Ну, можно взять подлиннее. Беру два карабина. Один карабин у меня будет с одной стороны располагаться. Второй карабин у меня будет со второй стороны располагаться. И, к примеру, смотрите, я беру воду, цепляю на карабин раз, здесь на карабин твас. Все. То есть у меня получается нагрузки как таковой на руках вообще нету. То есть руки свободны, вода находится у меня по бокам. Я вам скажу честно, я практически не то, что не ощущаю вес, я его, конечно, чувствую, но так, чтобы мне было некомфортно и неудобно, точно нет. Поэтому вот такая вот лента, она будет точно не лишним в снаряжении. Она может быть применена почти крепления рюкзака к рюкзаку. Вот то, что мы только что рассматривали с вами. Вариантов на тему может быть много и опять-таки все очень просто и понятно. Это в плане разгрузки спальные мешки. Когда вы выбираете для своего спального мешка компрессионный мешок, то желательно брать его немного чуть больше по объему, если он, конечно, не предусмотрен по продаже в комплекте с этим спальным мешком. Потому как, если у вас слишком компактный, ну, вам показалось, что классненько будет маленький, такой будет спальничек у меня в результате, если он слишком компактный, то вам будет сложно втащить этот свой спальный мешок в этот компрессионный мешок. Проще в более большой компрессионный мешок сунуть спальник и потом его уже превратить в нечто страшно маленькое, такое страшно компактное. Ну вот, напоминающее мячик. Что касательно хранения в рюкзаке спального мешка, в компрессионном мешке, то, конечно, большинство его хранят где-нибудь там на дне. Ну, это логично, потому как он не нужен регулярно и постоянно в быстром доступе. То есть, он себе там ждет своего часа, пока вы не заходите откинуться и поспать. Еще два слова буквально про компрессионный мешок. Если вы его взяли немного больше, чем предполагается, это и хорошо, потому как в него можно упаковать еще дополнительно мягкие вещи. То есть, какой-то запасной свитер, кофту, треники ваши. В общем, все что угодно. И также все это утянуть и получить уже все в компрессионном состоянии. Теперь, что касательно органайзеров. Органайзеры это всегда удобно. У них внутри предусмотрено все для того, чтобы можно было разместить красиво, все правильно, все необходимые мелкие предметы, разное снаряжение, которое вам нужно будет вот так по щелчку пальцев. И оно должно быть где-нибудь в быстром доступе. Но в данном случае это багзак превращенный в сумку. Вот в такую. И удобство есть. Есть еще и запас определенный у меня за счет того, что я могу эту сумку превратить в рюкзак, в носилки, в то, что мне необходимо. И, соответственно, я беру. Если бы это была просто вот такая сумка, она была бы тяжелая, я бы уже подумал, насколько вообще уместно ее с собой брать. Когда вы распределяете все свои мелкие необходимые предметы вот в более небольших органайзеров, нужно учитывать, что удобно, когда у этих органайзеров есть такая дополнительная ручка. Их можно просто взять вот так вот совместить между собой, закрепить карабином и уже где-нибудь там подвесить. В общем, использовать не только хотя здесь нету вставок для крепления на рюкзаке, то есть использовать не только их в формате системы Молли, которая находится на задней спине получается этих подсумков, но еще непосредственно я же говорю вот так. это удобно. Смотрите, дальше, что касательно вот таких органайзеров. У меня сейчас в нем я набил специально, то есть по максимуму, да, примерно так выглядят все EDC-наборы. Ну, конечно, у каждого свой комплект. Еще раз говорю, что нету прям вот идеально правильных, да, собранных там комплектов, потому как каждый собирает по мере своих возможностей, по мере своих профессиональных навыков, то есть пониманием того, что он с этим предметом может сделать. это, знаете, как нож и веревка, то есть многие хватаются за нож, потому что веревкой они не умеют работать. Здесь ситуация в чем? Смотрите, общий вес сейчас этого органайзера, вместе со всем этим майном внутренним, который я туда нахломил, примерно мы сейчас взвесим. итак, смотрим, вес ну на секундочку 940 грамм и объем. Объем, как видите, ну такой он вроде бы небольшой, но тоже самое время как бы есть немножко. Что я сейчас сделаю? Я возьму вот такой практически ничего не весящий мешочек, эта ткань кстати используется сейчас на гамаках новых, которые по весне появятся. Легкая реклама. Так вот, я сейчас вот весь этот хлам, можно это так называть, просто он перекочует вот сюда. Я думаю, пока я перетранспортирую весь этот хлам сюда, ничего, не должно упасть. Я думаю, отвечу на один вопрос, которых некоторых уже наверное где-то зацепил. Что у меня за штаны? Если нет, то можете посмотреть, обратить внимание на штаны. Это я сейчас занимаюсь разработкой нового камуфляжа такого универсального. Это экспериментальный костюм. Сейчас он ничего практически не весит. Это будет отдельная бизетная тема. Я думаю, что будет интересно. у него со сменой цвета еще такого точно и нигде нет. Это интересно. Во-первых, это интересно. И получить такой рисунок мне удалось не сразу. так, все. Я перегрузил весь этот практически кустой вот в такой мешочек. И что получается? Объем принципов немного уменьшился. То есть, если смотреть вот так видите, да? То есть, я сократил объем. Понятно, что я не получу сейчас в быстром доступе нужный мне какой-то инструмент. То есть, мне сейчас нужна вот эта штука, я вынужден буду все это высыпать. Естественно, об этом речи не идет. Речь о том, что есть материалы и инструменты, которые не требуются вам сейчас и уже. То есть, они могут рассматриваться где-нибудь на привале, где-нибудь в других условиях. То есть, он вам сейчас не нужен. Про набор инструментов быстрого доступа я, конечно, расскажу отдельно. Так вот, теперь мы можем взвесить сколько же сейчас весит этот набор. И по объему он немного уменьшился все-таки, да? Итак, взвешиваем 810 грамм. Как бы вроде бы ничего, но тем не менее 100 грамм, 100 грамм, 100 грамм, 100 грамм и уже получается полкило. Полкило полезного веса это немало. Конечно, рассматривать тему легкоходства мы обязательно будем и буквально в ближайшее время. Бросать не хочу. Далее, смотрите, вот такие под магазины быстрого вброса подсумки. они, да, сразу привлекают внимание своей системой крепежа молли, то есть они такие сразу практически вот, и он удобен, знаете, что это такое, знаете, как мусороприемник, да, то есть сборник в себя всего того, что вы сейчас где-нибудь там нахаботели и вот сюда непосредственно можно это собирать. Но опять же таки вес этого подсумочка обнулимся. Сейчас посмотрим. Вес 300 грамм. Понимаете, да, то есть он вроде бы хороший, красивый, все замечательно, удобный, но 300 грамм уже добавилось. Плюс тесто с чем-то грамм и уже полкило просто контейнеры, просто материалы, которые вы используете для переноса чего-либо. Рассматривайте опять-таки еще раз говорю легкие материалы понятные, ну вот допустим торбочка такой заменитель кулька сейчас очень популярно становится очень интересно. Вот и все это складывается когда в кучу вы получаете уже немаленький такой и объем и вес нужно это учитывать. Кстати рекомендую рассмотреть вот такой кстати рекомендую рассмотреть вот эти контейнеры это для рыбаков то есть в рыбацких магазинах здесь есть линеечка а если что что-нибудь там померить замерить и вот в таком в принципе контейнере он недорогой можно содержать к примеру какую-нибудь там аптечку ну только большую стационарную во-первых он не то что герметичный но его можно поставить и на воду и в грязь и в снег в общем этот контейнер яркий привлекает внимание и четко определяет опять-таки вас где находится все самое необходимое с точки зрения первомедицинской или там уже какой-то последующей помощи и хранение где-нибудь у вас там в гараже вот в таком контейнере их можно брать разноцветные контейнеры и хранение уже предполагает более качественное тех необходимых вам опять же таки еще раз говорю продуктов или аптеки или чего-нибудь еще для переноса немножечко неудобно да то есть его нужно носить все время либо в руках получается хотя ручки опять-таки они соединяются все замечательно есть возможность его перемещать на себе на плече вернее но все равно это неудобно но рассматривать его для хранения чего-либо или в качестве там какого-нибудь схрома да можно но опять-таки его нужно будет зацеллофанить да то есть полностью его загерметизировать чтобы вода не проникла через молнию застежку молнии сумки через плечо да удобно если она опять-таки не органайзер то есть она такая засыпайка в плане того что она в плане того что она именно может в себя втащить немало всего и очень быстро компактная легкая можно рассматривать еще раз говорю с точки зрения тревожного чемоданчика вот ключевое слово чемоданчика то есть уменьшительное ласкательное а не чемоданище потому как все самое необходимое на самом деле можно собрать в такую сумку или ее использовать как доп такой дополнительный материал для хранения чего-либо где-нибудь к рюкзаку сумка большая вот она крокодил а? или я бы сказал даже какой-нибудь кашалу да вот сюда можно уместить немало чего но с точки зрения транспортировки данная сумка она конечно она имеет что сказать у нее есть лямы для фиксации ее опять-таки на спине здесь даже предусмотрен и пояс который можно прификсировать у себя на бедрах но все равно она получается немаленькая вот и достаточно тяжелая то есть тяжелая для переноски для транспортировки она не годится а вот содержать в ней самое-самое необходимое то есть использовать ее в качестве такого шкафа да вполне опять-таки знаете самое неудобное вот в этой сумке это то что вот этот момент застегивания для того чтобы мне добраться в какую-то часть сумки ну во-первых понятно здесь два бегунка но тем не менее мне нужно сделать загиб то есть она не открывается вот так это немножечко неудобно она открывается получается тремя движениями ее понятное дело можно вот так открывать но если она где-то располагается к вам торцом вот так и вам нужно ее открыть то молнии нужно располагать сразу посередине сразу посередине самой сумки то есть бегунки располагать посередине застежки молнии вот так будет правильнее сказать а вот в рюкзаках наоборот молнии то есть в данном случае бегунки нужно убирать либо в правую часть либо в левую часть чтобы они не находились у вас наверху посередине потому что какой-нибудь там перегруз и молния открывается поэтому бегунки на рюкзаке если он предполагается в таком формате закрываться то они должны располагаться либо справа внизу либо слева внизу это важно есть сумки чуть поболее удобнее но объем немного меньше здесь опять-таки вот удобство то что она раскрывается посередине и одним движением то есть прямая никаких загибов нету в данном случае она открывается совершенно спокойно но в этой сумке есть нюансы помните я показывал зеленый рюкзачок где крепление вот этих ключевых лям и вроде бы можно сказать ну здесь же есть дополнительная вот эта вот лента она же как-то там фиксируется да она фиксируется очень так себе и вот оно крепление не совсем верное то есть получается надрыв когда она у меня будет сидеть например на плечах будет осуществляться именно вот в эту сторону вот так и уже расходятся нитки видите то есть я уже начинаю здесь ее надрывать что касательно объема да объем неплохой не жесткое днище в отличие от этой французской сумки вот здесь опять-таки есть система крепления различных подсумков боковые карманы и производитель не побеспокоился о ручках я их уже сам так сказать примастырил и делал сюда вот из вот таких лент получается я их потом могу использовать как отдельные стяжки для чего-либо вот и они здесь по бокам используются в качестве ручек есть опять-таки с двух сторон тоже ручки для удобства переноса вдвоем да это переноски это переноски это сумки тоже такого быстрого складывания всего того мотлаха всего того шмутья то что вы предполагаете брать с собой и да ее можно рассматривать как один из вариантов но опять-таки она не должна превышать вес там полтора килограмма ну максимум полтора ну два это потолок потому как если чисто ради интереса например рассмотреть эту сумку с точки зрения легкость вот сейчас давай обнуляешься отлично и давайте посмотрим я так напрягся 3 300 да 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 3 300 то есть 3 килограмма 300 грамм весит сумка ну там еще каких-то есть у меня пару мелочей но это тем не менее никак не ее выводит в ранг сумки которую нужно брать с собой вот каждый каждый я думаю что берет с собой целлофонические пакеты они бывают разные объемы цвет в общем даже толщина она необходима для определенных задач так вот эти пакеты можно с точки зрения такой вот визуализации да можно как-нибудь их там разместить у себя на рюкзаке пусть они даже будут где-то порваны там и так далее они будут вызывать в определенной степени где-то с сожалением чувак как-то совсем бедненько как-то совсем грустненько да перемещается в пространстве и если у вас нечто такое тактическое да то есть это можно всегда обернуть в этот целлофан как-то там вот так и уже у вас получается целлофанчик да тоже веревочку нужно будет как-то так немножко примаскировать вот и у вас уже такой видосик такой ни о чем что касательно прозрачных гермомешков это удобно для того чтобы вы сразу могли понимать что находится внутри этого гермомешка они бывают разных форм и размеров они не держат воду так как я хотел то есть да предполагалось что можно будет здесь еще и воду перетаскивать но они чуть-чуть подтекают это не страшно их можно дополнительно проклеить но опять же у вас получается гарантированно гарантированно какая-нибудь там в замке чем я здесь сам нам было какая-нибудь там важная теплая вещь лежит в такой полной сохранности и вы визуально понимаете что у вас внутри находится ага еще там дополнительно там какая-то штука там какой-то шарфис какие-то напульсники и все вы уже в принципе да единственное что смотрите вес этот получается он немножко меньше того в котором уже этот хламодос валяется давайте посмотрим сколько же он весит так обнуляемся он весит 115 грамм вроде бы немного от другой стороны если уж ничего нет то можно просто в пакет завернуть и уже хорошо единственный минус да ну и конечно он такой почти одноразовый я думаю что на сегодня достаточно вам более-менее уже я надеюсь понятно как оно что может быть сформировано я обязательно покажу во что в результате можно и как можно все это упаковать сложить и с ним можно будет перемещаться в пространстве и времени все спасибо за внимание скоро увидимся субтитры и субтитры и субтитры субтитры